не дайте ему забрать Тимоху хуже Тимоха? это Юджин? ну ребят, ребят, давайте камон, мы это знаем а ты кто такой? и куда мы едем? я не понял ты че реально? мы типа щас выпендриваемся или че? да не, ничего малой вот это вопрос блин, я не помню, Лера зеленого хотя я не знаю если ты тоже уже хочешь каникулы и устал от школы, ставь лайк и подпишись за 3 секунды 3, 2, 1 оставайтесь со мной мы всегда с тобой давайте давайте запустим челлендж если вы узнаете нового персонажа в этом видео да, ребят внимательно пишитесь всем привет с вами Лера и смс как обычно балдин привет, я вернулся он вернулся наконец-то да, ребят, я болел у меня еще болит чуть горлышко поэтому я ем чипсики и ментоловые конфеты и будет сегодня с нами смотреть новые крутые анимации скулбоя надо Тимоху похоронить нельзя оставлять его так только ящик я не отдам он мне еще нужен я помидоры в нем вожу с деревни там Тимоха мертвы лежит успокойся ты со своими помидорами я тебе новый ящик сделаю а может не надо его хоронить вдруг он еще жив вдруг он воскреснет и вернется я покажу тебя дружок тебе сложно поверить в то что твой друг умер но тебе придется смириться закопаем его за домом я тебя сейчас закопаю за домом жилье совсем рехнулся вообще трубиком разводить возле огорода у мамы там помидорки и цветочки в каких кладбищах то за домом вот именно никаких кладбищах не за домом ой где она на хвостнике Тимоха где то рядом где то погоди-ка я его чувствую своим носом погоди-ка это же он и он умирает лети к нему фу что ты налил на Тимоху по-моему ты его чуть-чуть налил он его это похоронил слушайте какие то поминки грустные никому нет вообще инфузория туфелька туфелька как им удалось одолеть Тимоху впрочем сейчас это не важно я должен забрать его и провести кое-какие опыты короче ничего не знаю но гнить он у нас за домом не будет понял что за шумно у вас там что-то происходит Тимоху украли ничего себе какой пирожок это не пирожок как художник держите его не дайте ему забрать Тимоху дедушка держи его сам мы как раз искали способ как избавиться от него нельзя позволить чтобы он забрал Тимоху потому что это он создал этот пирожковый вирус о май гад да ты его сейчас я отомщу за Тимоху и поверьте месть будет сладкой сладкой смотри он тоже пирожков наелся и на пуках улетел точно месть будет сладкой ой Андрей Андрея сложно идётся да далеко идёшь что Старик, маньяк, хуже Тимоха Эй, дружище, ты чё тут разлёгся в натуре? Эй, живой нет? Это Холебан! Слава богу, живой И если вы удивлены, почему я никак не отреагировал на его ароматный пердёж Да просто посмотрите, на чём я езжу Так, надо бы его закинуть в кузов Да уж, говно Он перевозит говно это Говно-тачка Андрюша, просыпайся, у тебя тут новые друзья появились На офигенной машине А он всё погрузил спящим? Ну, наконец-то ты очнулся, а то я со скучи уже сам начал засыпать А ты кто такой? Ты же со рулём Куда мы едем? Ага, куда вы едете? Ты шумыленный, знаешь Меня не знаешь, чувак Все знают меня в этой деревне Нет Больше нет Так я же этот Нет, дядя, простите Тот самый Я не понял Да Показать Куда тебя везти? Как куда? Домой Домой, конечно же Я хочу домой А дом это где? Поэтому, дружище, я к тебе обращаюсь Если ты уважаешь К нам? Спасибо А также ДХА Анимэйшн Подпишись на канал обязательно ДХА Анимэйшн А ещё зайди в телеграм-бруппу ДХА Анимэйшн ДХА Анимэйшн Я тоже там подписан ДХА Анимэйшн Спасибо, ребят, каналу ДХА Анимэйшн за такие анимации Это новая деревня Это новый город Так вот, кто саундтрек писал Это Холли Хамбл Это Гена Это Гена Лулуга Лаборатория Давайте быстрее Он забрал Тимоху Побудь здесь, Тимоха Побудь здесь А куда он уйдёт? Он попробует его оживить, Лера, мне кажется Удачно Но он же не такой весь Посмотри, здесь чертежи секретную пирожку Что ж, эксперимент с пирожком Оправдал все мои ожидания Он такой большой был Я был готов к тому, что рано или поздно Тимоху одолеют И вирус, который я разработал Будет побеждён Поэтому Сейчас, пожалуй, самое время перейти к плану Б Ну, чего? Это мороженое! Офигеть! Мороженчик, рот! Он же сказал, месть будет сладкой Часть 8 Тимоха в закулисье Точно! А теперь давайте посмотрим Кто знает с Кубой лучше всего? Мы так в него часто играем Но посмотрим, если вы реально следили за всеми его деталями Мне кажется, это красный Правый! Третий! Рюкзак у него был красный Да! Мы ещё в углу комнаты стоим Сколько актов в игре? Сколько актов в игре? А, Лер, я не знаю Два, три По-моему, три Правильный ответ Два, три или один, два Какой? Два, три В игре три акта Да Как называется первый акт игры? Побег Да, побег А чё не забава? Ну, я не знаю Но мне кажется, побег Ну, потому что побег Это как бы побег Побег Молодец! Молодец! Лера угадала Андрея не отпускают гулять. Не сделал уроки. Плохие оценки. Плохая погода. Плохие оценки. Не сделал уроки. Из-за плохих оценок. Замечание. Баловался на уроке. Доверь правильный вариант. Номер два. Два. У нее был зеленый фартук. Да. Вера, молодец. Ребята, напишите, сколько вы угадали обязательно. Нисколько мы не угадали. Да уж. Как зовут маму Андрея? Ее зовут Галина. Галя. Потому что я знаю, что папа постоянно Галя, принеси мне бутербродов. Точно. Все мои бутерброды. Каким делом занимается мама большую часть времени? Готовка. Она режет свой лук. Два кухни. Она уже не могла так просто бросить свой долбанный лук. Вот именно. Мама, слушай, припроси врезать этот долбанный лук. Точно. Сколько он Андрею в момент игры? По-моему, ему 13. Две. О, 2002 года. А на календаре был. Я не знаю, что это ему 13. Лера, молодец. Поинтересно, в каком он тогда классе? Какой любимый завтрак Андрея? Ну, ребят, ребят, давайте. Камон, мы это знаем. Это же радужные колечки. Молочком. Да. Ему же маньяк готовил. Помнишь, Лера? Да. Как себе? Радужные колечки. Радужные колечки. В каком классе учится Андрей? Вот это да. В седьмом. Если так посчитать, то что если ему 13 лет... Бат, ты шо? Шестой. Ладно, шестой. Андрей учится в пятом классе. Блин. Стоп, как? Ему 13, он в пятом классе. Как так? Он же два раза на второго года думал? Его зовут Геннадий. Гена. Гена, кто сошел? Это Геннадий. Геннадий. Молодец. Слушай, Лера, ты что? Аркадий. Кто один смотрит по телевизору? Волейбол? Баскетбол? 24 на 7. Смотрит эту. World Cup. Футбол? Еще с прошлого года. Я вот смотрю записи матчей детства. Точно. Футбол. Советский Союз еще. Сходили на рыбалку. И че теперь? На батю напал монстр какой-то. Что? Мы с рыбаком поговорили. Он сказал, это Эль Гранмайя. Не знаю, кто это, но он меня тоже кусанул. На озеро не ходит. И вообще сидите. Ребята, не ходите на озеро. Там кусают. Да я этого Эль Гранмайя почти хлопнул. Видишь, даже садин почти нет. Короче, если еще раз его увижу, то уложу его на лопатки. Но я теперь изложат и не выйду. Ну его это озеро. И вообще я теперь только телек буду смотреть, чтобы морально восстановиться. Посмотрел. А теперь посмотрим, кто же это такой Эль Гарабе ДДД. Эль Гранмайя. Это огромный морской монстр. А, да. Он его бы одной левой положил. Ну, ребят, ну посмотрите. Не, ну гена сильный. Ну разве это не изи? Слушай, это случайно не гена в озере? Очень похож. Рыбак даже не заметил, как его съели. Да уж. Вместе со всеми рыбка. А у него рот закрывается, скажите, пожалуйста? Нет. Что, это значит, что он может выйти через его... Что, Лера? Давай без подробностей, пожалуйста. Пожалуйста, да. Не стоило бы об этом вспоминать. Да, давайте не будем. Слушай, интересно, а этот аквалангист понял, что он внутри Эль Гарабе? Что стоит на этом? Скоро понятно. Там стоит... Арбуз! Арбуз, да. Да, потому что мама приносила арбуз. У них всегда на столе арбуз на Новый год, Лера. Да, но почему-то она никогда не разрешала его есть. Потому что он на Новый год. Да, мы приходим на Хэллоуин. О! Серого, по-моему. По-моему, синего. Хотя нет, стой. Нет, ты давай серого, а я буду говорить синего. Да, синего. Синего! Ура, не победил! Вот раз победил у Леры! Что поливает мама Андрея? Цветы, помидоры или кусты? Цветы. Вот это да! Мама Андрея поливает цветы. И едет с помидорами в деревню. Мы же помним. Нет цвета, я поняла. Всегда. Какой предмет не нужен для дальнейшего использования в игре? Пила, гвоздодер или лампочка? Ну, лампочку вкрутили и не нужно. Пила. А ты думаешь, пила? Да, пилу мы не использовали там. Обалдеть. Какое домашнее животное есть у Андрея? Хомяк. Хомяк? Я шучу, собака. У него собака. У него же на улице хомяк в бухте. Да, обалдеть. Какой нафиг хомяк? Собака в будке, шучу. Собака, собака. Смотри, как на хомяка похожа она наша. Какого цвета миска у собаки? Вот это вопрос. Блин, я не помню, Лера, серого или... Зеленого. Хотя, я не знаю, может быть... Серого. Да, серого. Ура! Я угадал, потому что знал. Какой пароль от компьютера Андрея? Эндрю 2002. Но ответ правильный, ответ 2. Эндрю 2002, потому что он родился в 2002. Прикинь. Да, мы угадали. Давайте смотрим анимацию. Слушай, Андрюша вообще прям... Молодец, красивый, красивый. Посмотрелся в зеркало. А он спать собирается или он только проснулся? Нет, ночь он собирается спать. Нет, только проснулся. Йеллоу, пап. Я спать пошел. Ты готов идти спать, Андрей? Да. Да, папа. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сэр, ей, сэр. Я пошел это. Спать. Да. Пока. Папа такой, окей, Андрей. Мы принимаем ваше решение. Это очень важное было решение пойти спать. Да. Сейчас мама... Ты у мамы отпросился поспать? Нет. Спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Андрей. Ты что, спать собрался? А то уроки сделал? И Андрей такой, ну не сделал. Ой-ой-ой. 2.28. О, май гад, почти 3 утра. Ой-ой-ой. Сейчас придет Эль Мондо вот этот. Или Эль Моджо. Классик Эль Мондо. Я забыл, как... О, Ла Мондо. Посмотри, какой пришел. Это клоун Ано? Нет. Это рогатый этот. Василий? Козел. Я не могу спать. Я не могу спать. Что это зашло снаружи? Пойдем посмотрим. Только давай не будем это делать через дверь. Это, короче, рыбак-маньяк устроил Хэллоуин. Точно. Он ходит тригатритить. Папа звонил дружбанам и ходит собирать конфеты. Андрей. Андрей, пожалуйста, нет. Андрей, ты дурак. Андрей, зачем? Зачем ты... Дер, откуда ты знаешь? Не поли его. Зачем ты идешь через... Зачем ты идешь на трамоте через дверь? Что происходит ночью у соседей? Там есть шоу? Да, там есть шоу. Вдруг они запускают салюты. Помню, у папы на чердаке были девчинки-близняшки. Это должно помочь мне увидеть шоу лучше. Давайте пойдем посмотрим, девчинки-близняшки. Слушай, а может быть там это... Может быть там называется бинокль? Может там фаер-шоу? Нет, тебе же сказали, девчинки-близняшки. Простите меня, пожалуйста. Я не понял. Мне интересно, почему так переводчик перевел прям вообще. Я не знаю. Вера, смотри, там пожар. О май гад, там... Палят кого-то. Это горит дом рыбака. Может он искал помощи, потому что его хата горит вся. Точно. Либо это наш дом горит уже. С семью удочками. Шо там? Это же девчинки-близняшки. Да. Блин, так на девочек похоже прям. Вообще. О май гад. Это жертвоприношение. Они кого-то палят. Либо они ждут, чтобы попалить нас. Они сейчас будут прыгать через костер, как на Ивана Купала. И подпалят себе все подштаники. Ура! Не, они играют на барабанах. Лера, ты видела, какие у них знаки на уху? Ребят, это Хэллоуин. Тут все серьезно. Без шуток. Я никогда не видел. Да, это очень впечатляюще. Они, наверное, из клуба любителей аквариумных рыбок. Фотографировать без вспышки. Без... Ну зачем? О нет! Ну зачем ты до сих пор? Они его заметили. Лера, что делать? Ребят, Дени. Андрей, беги. Они все разбегаются. Что они делают? И засекли. Он ее трудом палить, Андрей. Короче, все побежали в одну сторону, один в другую. Ну, один его выбрали. На камень, ножички, бумага сделали. Такой, ты идешь. Он такой, блин, ладно, я пойду. Андрей сделал кряль и решил бежать с чердака. О май гад. А как вы так быстро вернете? Действительно, так. Что это за скоростью флэш? Он пришел к ней. Извините, а вы кто? Папа, не открывай. У вас есть разрешение? Пароль? А доставка пиццы? Что это за чертов шум в 2 часа ночи? Папа, мы не знаем. Папа, расщеши сначала там гости. Папа. Папа, идут папарадзи. Они очень хотят тебя сфотографировать. Блин, мама ругаться будет, дверь сломали. Вообще, вы что, ребят? Камон. Ребята, не понравилось моё видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Могут нажми на как хочешь, чтобы перескать моё новое прикольное видео. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok